Лачхейд F-117 Никтаук является отставной американский одноместный, двухмоторный стилд-штурмовик, который был разработан Лачхейд скрытного С-Скум-Коркс-разделения и управляется ВВС США, УСОВ. Это был первый действующий самолет, созданный на основе технологии малозаметности. F-117 был основан на демонстраторе технологии Ави-Блуэ. Первый полет Никтаук состоялся в 1981 году в Грум-Лейк, штат Невада, и самолет достиг первоначального рабочего состояния в 1983 году. Самолет был окутан секретом, пока он не был раскрыт общественности в 1988 году. Из 64 построенных F-117 59 были серийными версиями, остальные 5 – прототипами. F-117 получил широкую известность за свою роль в войне в Персидском заливе 1991 года. Хотя его обычно называли истребителем-невидимкой, это был строго штурмовик. F-117 принимали участие в конфликте в Югославии, где один был сбит, а другой серьезно поврежден ракетами класса Земля-Воздух, ЗРК, в 1999 году. В ВВС США списали F-117 в апреле 2008 года, в основном из-за постановки на вооружение истребителя F-22 «Раптор». Несмотря на то, что этот тип был выведен из эксплуатации, часть флота поддерживалась в летном состоянии, и Никтаукс были замечены в полетах в 2020 году. Фон и синий цвет. В 1964 году Петр Уфимцев, советский математик, опубликовал основополагающую статью под названием «Метод краевых волн в физической теории дифракции» в журнале Московского института радиотехники, в которой он показал, что сила радиолокационного возвращения из объекта зависит от конфигурации его кромок, а не от размера. Уфимцев развивал теоретические работы немецкого физика Арнольда Заммерфельда. Уфимцев продемонстрировал, что может рассчитать радиолокационное сечение точка по поверхности крыла и по его краю. Очевидный и логичный вывод заключался в том, что даже большой самолет может уменьшить свою радиолокационную заметность, используя этот принцип. Однако получившаяся в результате конструкция сделала бы самолет аэродинамически нестабильным, а состояние компьютерных технологий в начале 1960-х годов не могло обеспечить такие виды бортовых компьютеров, которые позже позволили бы таким самолетам, как F-117 и B-2 Spirit, оставаться в воздухе. К 1970-м годам, когда аналитик Лачхея Денис Аверхолзер обнаружил статью Уфимцева, компьютеры и программное обеспечение значительно продвинулись вперед, и была подготовлена почва для разработки самолета-невидимки. F-117 появился на свет после войны во Вьетнаме, когда все более совершенные советские ракеты класса «Земля-воздух» «ЗРК» сбивали тяжелые бомбардировщики. Тяжелые потери, нанесенные зенитно-ракетными комплексами советского производства израильским военно-воздушным силам в войне судного дня 1973 года, также внесли свой вклад в оценку Совета по науке обороны 1974 года, согласно которой в случае конфликта в Центральной Европе средства ПВО, вероятно, предотвратят воздушные удары НАТО. По целям в Восточной Европе. Это был черный проект, сверхсекретная программа на протяжении большей части его жизни. Очень немногие люди в Пентагоне знали, что программа вообще существует. Проект начался в 1975 году с модели под названием «Безнадежный алмаз». Игра слов на алмазе надежды из-за его внешнего вида. В следующем году Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, ДАРПА, заключило с Лачхейц-Кунгкоргс контракт на создание испытания двух истребителей из Тиалт-Стреки-Фиктер под кодовым названием «Ави-Блуэ». Эти субшкальные самолеты включали в себя реактивные двигатели от Нортроп Т-38А, управляемые по проводам точкой системы Ф-16, шасси А-10 и системы защиты окружающей среды Ц-130. Объединив существующие технологии и компоненты, Лачхейт построила два демонстратора в рамках бюджета, стоимостью 35 миллионов долларов за оба самолета, и в рекордные сроки. Первый полет демонстрантов произошло 1 декабря 1977 года. Хотя оба самолета были потеряны в ходе демонстрационной программы, данное испытание оказалось положительным. Успех «Ави-Блуэ» побудил правительство увеличить финансирование стелс-технологий. Большая часть этого увеличения была направлена на производство боевого самолета «Невидимки Лачхейт Ф-117А» под кодовым названием программы «Синьор Тренд». Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.